Джокер и Харли Квинн, пожалуй, самая известная парочка на просторах комиксах. Но если при упоминании этих двоих в вашей голове возникают сердечки и радуга, то с вами явно что-то не так. Отношения Джей и Харли строятся на оскорблениях, унижениях и постоянном манипулировании со стороны Джокера. За многолетнюю историю комиксов и мультфильмов сумасшедший клоун делал ужасные вещи со своей пассией. Физическое насилие, психологическое насилие Квинн находится в плену уже множество лет и она является тем персонажем, которому явно не позавидуешь. С вами Джесси Джеймс и сегодня я расскажу вам пять самых жестоких, а порой странных поступков Джея по отношению к своей возлюбленной. В 663-м выпуске Бэтмена Джокер был в отвратном настроении. Не так давно он был избит самозванцем Бэтмена, а после чего попал в ловушку. Злодей оказался сильно искалечен и потерял возможность говорить на какое-то время. Предположив, что его противник пересек черту, Джокер решил уничтожить все следы своей прошлой жизни и возродить себя в виде преступного бога. Вначале Джей послал Харли доставить цветы всем своим старым приспешникам. Как вы догадались, цветы были покрыты смертельным токсином, который мгновенно убил бывших помощников Джея. После чего Харли заманила Бэтмена в Архам для завершающей разборки. Брюс начинает уверять девушку, что все это время Джокер хотел убить Квинн, и цветы с ядом рядом с ней подтверждают это. Харли не верит всему этому, однако Бэтс оказывается прав. Джокер хватает девушку и, держа бритву рядом с ее шеей, собирается резануть. Благо, нашей героине удается сбежать и даже ранить Джокера вплечом, дабы вывести его из строя. Как многие из вас знают, в серии комиксов Нью-52 Джокер заставил кукольника отрезать ему лицо, а точнее, срезать кожу с лица, после чего клоун пропал на некоторое время. Вернувшись, Джей выкрал свою кожу и прилепил ее обратно с помощью кожаных ремней. Начав подготовку к уничтожению членов семьи Бэтмена, Джокер призвал Харли. Злодей решил, что внешний вид его пассии обязан соответствовать его новому стилю. Злодей заставляет Квин раздеться и надеть его старую рубашку и пиджак. Поднося бритву к лицу девушки, Джей заявляет, что осталась только одна деталь. Миленькая личика Харли портит образ, поэтому ему придется исчезнуть. Квин говорит, что она смогла бы сделать это, но один вопрос мучает ее. Будет ли Джокер считать ее красивой после этой маленькой операции? Убийца отвечает, что он никогда и не считал ее красивой, а после чего заливается злобным смехом. Далее монстр рассказывает, что хуже всего будет глазам. Без век они станут сухими и покроются коркой. Придется начать носить с собой глазные капли. Но в самом начале они будут милыми и влажными, пока по ним стекает кровь, делая мир вокруг красным. Однако после воодушевляющей речи, Джей не отрезает лицо Харли, списывая все это на прикол. На самом деле, клоун нарядил свою любовь в костюм красного колпака. Именно поэтому мир вокруг девушки стал ужасающе красным. Заветная мечта Харли – признание Джокера ей в искренней любви. В одном комиксе Квин получает записку от Джея, в которой говорится, что клоун хотел бы встретиться со своей любимой на ракете, которая находится на заброшенной площадке. Когда девушка зашла в ракету, она увидела экран, на котором появилось лицо Джокера. Маньяк сказал, что постоянная привязанность Квин испортила его, открыв в нем те эмоции, которые он не ощущал с тех пор, как стал Джокером. Джей запер девушку прямо в ракете, а после отправил прямиком в космос, сообщив, что он всегда будет дорожить их отношениями, но, к сожалению, им пора расстаться. Однако Харли удалось взять под контроль ракету и спастись, приземлившись на Земле. Джокер является самым серьезным врагом Бэтмена. Да и вообще, злодей явно входит в топ негодяев комиксов, при этом не имея никаких способностей. В сюжете «Император Джокер» антагонист получил божественные силы. Злодей использовал свои способности для создания искривленной версии Земли, где Бизарра стал главой Лиги, а Супс был заперт в Археме. За данный сюжет Джей также множество раз убивал Бэтмена, а после чего воскрешал. В конечном итоге Джокер был остановлен, но под конец клоун совершил финальное злодеяние. В виде награды Джей убил Харли Квинн и превратил ее в созвездие. Да, крайне странная смерть. Джокер крайне гениальный злодей. Он сумасшедший, но отнюдь не глупый. Клоун имеет острый ум и познание в психологии. Именно благодаря этому на протяжении долгих лет ему удается манипулировать Харли. Квинзл была молодым и перспективным психиатром в лечебнице Архем. Как вы знаете, во время посещений Джокер перетасовал карты и сам залез в мозг доктора. Джей начал напирать на ее одиночество и на скучную жизнь, постепенно влюбляя в себя. После чего Джокер использовал Харли, чтобы избежать из Архема. И в конечном итоге заставил ее присоединиться к нему. Также не стоит забывать, что злодей столкнул девушку в кислоту, тем самым изменив ее навсегда. Держа Харли постоянно рядом с собой, Джокер доказал, что хаос всегда побеждает порядок. Ведь во время своего первого появления Квинзл старалась сделать Джей нормальным человеком. А в итоге все получилось наоборот. И добавляться в друзья вконтакте. Пока что я всех с удовольствием френдлю. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр и пока-пока.